После выхода в Суперлигу перед Нижегородской Спартой была поставлена задача создать молодежную команду. В самом клубе уже давно была идея воспитывать нижегородских волейболисток во втором составе. Молодежка формировалась полностью из воспитанниц наших спортивных школ. В основном из шор номер 4 и Борской школы. На данный момент мы ставим задачу первоначально сыграться, набираться опыта, потому что там уровень не детский, там уже более профессиональный уровень. Поэтому никаких задач сейчас не ставим, просто чтобы играли, готовились к будущему. Руководить командой были приглашены мастера спорта. Главный тренер Анна Муравьева и старший тренер Екатерина Крылова. Свой первый тур нижегородки пропустили из-за карантина. Второй тур команда должна была отправиться в Минск, но место проведения игр было перенесено в Нижний Новгород. В спортивном зале шор номер 4 с 18 по 22 ноября юные спартанки провели 4 игры. У девчонок огромное желание, чего не унять. Третий, четвертый, пятый год рождения. Это наши первые шаги. Много, конечно, неуверенности, но мы будем стараться. В первую очередь не потерять вот эту уверенность и желание показать себя, сравнить и не потерять бойцовские качества. Можете вы нас ругать, хвалить, но нам нужна очень ваша поддержка. К сожалению, из четырех игр четыре поражения. Молодежка «Спарта» взяла только одну партию. В соперниках по первому туру были опытные команды из Тюмени и Челябинска. Тем не менее, главная цель молодежки – набраться опыта и как можно лучше сыграться друг с другом. И, конечно, для дебюта играть дома намного проще. Это наш первый опыт, первое выступление на таком уровне. Мы все собирались из разных команд, в общем, сдружились все, впечатления. Мы все были дружны и желали победить. Немножко не хватило опыта, но мы будем стараться дальше. За глубоким настроем вышли на этот тур. Выиграли только одну партию у Челябинска, но мы на этом не останавливаемся. И все, у нас еще впереди. На последний матч посмотреть на юных «Спартанок» пришел главный тренер «Основы» Слободан Радивоевич. Все-таки команда создана, чтобы готовить волейболисток для него. Как он рассказал, молодежка провела не так много тренировок вместе. Опыта, конечно, не хватает. Ну и уровень, да, немножко другой. С другой стороны, играют игроки, которые на 2-3 года старше. Поэтому видно, что система какая-то. Как в системе есть. Просто так надо еще больше опыта набирать и тренироваться. Я думаю, что будет лучше. Следующие 4 матча «Спарта-2» проведет также в Нижнем Новгороде. Это будут игры перенесенного тура. В соперниках «Старатовский протон» и «Казанский Динамо Акбарс». Игры пройдут в зале «Шор номер 4» и, к сожалению, без зрителей. Артемий Катков и Виталий Кудрябцев. Время новостей.